Давно меня просили записать ролик о заточке инструмента Но этот ролик я записывать не хотел, потому что не видел в этом никакого смысла Потому что на просторах ютуба информации по заточке инструмента, того как его доводить Достаточно много, наверное, у каждого блогера, у каждого на канале есть такое видео Но, видно, я оказался тоже не исключением Тоже у меня просил один подписчик, но это уже не из контакта В ютубе комментарии оставлял Показывать на наждаке я не буду Есть и у Леры сейчас на канале, там Адольфий Юрьев показывал То есть у каждого можно зайти и посмотреть это видео Не вижу смысла тратить время и муссировать одну и ту же тему Я как бы нового ничего в принципе не расскажу Запишу видео, расскажу просто О доводке инструмента, как я делал в условиях какого-то пленера, может быть Либо ярмарок, либо еще каких-то мероприятий, куда приходится выезжать У меня всегда есть такой файлик дежурный В нем лежат разные звернистости, наждачки, бруски всякие, натертая пастой Гоя Все эти вещи служат для доводки инструмента Что касается, если нету мотора и нету брусков никаких, это очень оптимальным вариантом является Тоже вариант довольно простой, например, полога вот эта, вот эта полога Вот Прилаживайте, находите точку сописновения Чтобы она лежала под углом, который вы задавали при заточке И вот движениями прокручиваясь на миску Не поднимая ее Вот этот угол, который вы задали на наждачке Вот именно этим углом и надо шоркать по этой наждачке В условиях, когда на сухую, я обычно подливаю водички Наждачку Когда плотность больше Прилегание и гораздо лучше Снимается микрофаска, которая заваливается на эту сторону в данном моменте Когда вы подводите, там микрон-то снимаете с этой стороны Вся фаска заваливается чуть-чуть на эту сторону Вот Нам это самое основное, что нужно добиться при доводке Что касается, если доводка ведется на наждачке Если на пасте, там на бруске, или неважно, я просто беру иногда такие куски кожи И натираю пастой тоже очень удобно А вот попозже чуть-чуть объясню, для чего я это делаю Вот И когда будете доводить пастой Аккуратненько Заусенец Это снять, который образовался при снятии с этой стороны На примере одной стамески покажу Я не вижу смысла С этой стороны можно провести И она чувствуется, что с этой стороны Она завернула немножко заусенец Тоже В следующий момент там берется паста Можно на ремне, можно просто положить такой кусок Но обычно у меня, я же говорил, что квадрат стекла с собой еще уложу В этом файлике у меня всегда лежит Я под стекло подвожу, чтобы жесткая такая подушка была без всяких неровностей на ней Вот, соответственно Можно в таком варианте Сначала с этой стороны, с которой мы доводили Подполировываем В таком варианте В таком варианте Такие движения тоже Вариации может быть масса Кому как удобно То же самое и с внутренней стороной Вариаций тоже может быть достаточно много От таких там разных Тоже слаживаю иногда Вот этот же кусок Натертый пастой И они просто можно Можно проложить что-нибудь Внутрь По округу Например, ручку тоже Ну, не важно Такие вещи довольно понятные И тоже Подвести Соответственно Инструмент будет Подминать все равно Тут Главное показать просто мне Приемы Основные Что касается этого Ну, вот такие простые приемы Позволяют Подводить инструмент Что касается вообще Принципа Почему он начал пользоваться Такими вещами Что касается вот такого инструмента Еще можно воспользоваться без этого Но проблематичнее всего Будут пользоваться При заточке Мелкого инструмента То есть Непосредственно Словно говоря Вот такой вот Полукруглой стамески Ну, либо такой Не важно То есть То есть Может мелко Какой-то Найду Такой там Какой-то То есть Достаточно Мелким инструментом Вот такими Вот То есть Их уже будет Проблематично Подводить Особенно Вот такие Полукруги Те будут Подводить Проблематично Поэтому Для удобства Берем Сваживаем И Такими простейшими действиями Тоже подводим На наждачки Либо просто На пальце Подводим То есть В зависимости от того На сколько у вас Сел инструмент То есть Какой-то Подводите Либо Перетачиваете То есть Вариаций много Вот Такой Простейшие Приемы Ну, что касается Например Еще бывает Скульптуры Например Какой-то Да Когда выполняете В условиях Пленера Либо просто Выполнять Какой-то Заказ Тоже бывает Подминается И в условиях Там нету Мотора Я с собой Тоже Набор надфилей Вожу И надфилями Подправляете Опять же В зависимости от стали Есть вариант Просто молотком Подбить Заусенец Подвести На наждачки Подвести На пасти Вот И Инструмент Будет работать То есть Это что касается В условиях Полевых Когда нету Мотора Вот Такое Простое Видео Надеюсь Оно кому-нибудь Поможет Все Всем большое Спасибо за внимание Всем пока